Я работаю на комбинате. Здесь массово людей травят пухлятиной, добавляют ее в колбасу. 50 тонн пухлятин еще лежит в холодильнике. Вот сейчас я буду снимать, как все происходит. Начало утра, начало рабочего дня. 50 тонн перерабатывали. Сказал, никто не перерабатывал, вот на меня свалили. Виталий говорит, отказались уже, да, много? От колбасы поотказались, толстые. Они перерабатывали 60 тонн. Татьяна Ивановна, помнишь, толсты, мыло все где-то, гряды. И клиентов потеряли. Сейчас маленько, более-менее стали продавать, а то вообще плохо. И сейчас опять, вот они идут, желтые. Они уже старые, вот. Они воняют тоже. А мы тут при чем? Мы тут при чем? Вот их тоже надо по полблока даже меньше ложить, чтобы нормальный запах. Пойдем посмотрим. Нам вообще беда. Там крыса, кстати, бегает. А Женя поймает. Ивана, ты смотри, это беда вообще. Вот, ты смотри. Ну, это вообще. Это просто, это все распадывает. Оно распадывает. А вот эти вот ляшки будем. Ну, что, будем мыть и... Да? Завтра все, и они не отошли еще. Они твердые. Я в шоке вообще. Вот это людей кормят этим. Вот они. Это же преступление. Как хоть эту Клару, она уже второй раз, как ее еще не уволил? А я не знаю, потому что она первая сообщила, что это мы не брали раньше, вот надо было еще. Шубкина работала. Они не брали, поэтому вот оно такое. Он все теперь. Надо было вам брать. Иван, ну, я вот серьезно говорю, блин, такое заведение, как управляющих, блин, не уволить. Ну, вот так реально. Ну, вот так реально. Ну, согласись. Но это же беда. Это беда. А вдруг вот так Исаев узнает. Это все беда вообще. Ну, это реально травит народ. Прикинь, кишечная палочка какая-нибудь. Ну. Это вот чеченок и выкидывает. Надо обрежать его по-любому. Так, еще раз. Сейчас я еще раз пролью. Ну. Они пришли уже вязать. Да. Она тоже, она заветренная, тоже уже попахивает, да, заветренная. Ну. Все желтые, а вот снимаешь. Ну. Да, вот эту говядину, говядину наделать чуть не было видно. Вот эта говядина. Ивановна, тоже, да, плохая? Нормальная. Вон зеленая. Нормальная. Это верхняя плесень, это всегда у них помещение теплое. Ну, там-то вообще жесть. Говядину отдадите. Сам вообще, да. Не, ну тухлая прям вообще. Я же ее режу, там вообще невозможно. Беда. Нет, нет. Края убирать. Тухлая, тухлая уже. Края тухлая. Внутри хорошо. Да. Не сварили. Вау. Я больше не буду колбасу есть. Наверное. Назаровску. И не должен ***. Да, ну, конечно, нет. Зачем? Да, ну тебе работает. Нифига оно тухлое, это мясо. Я уже мучился обрезать. Оно, короче, зеленое этим мхом покрылось. Разлагается. Вот я перерезал. Огрупную вам благодатью ельдину. Чего его порежут, сварят и все, ну целиком прямо сварят и все. Да? Да? Вообще. Да фига, да, его? Восемь часов. Там что-то пятьдесят часов. И фига вот такого вот. Ох, крыса бегает. Вот она побежала. Вот. Вот. Наш мясокомбинат ЗАО Назаровска. Я работаю в кабасном цеху. Может видели, я постоянно рихши вожу там. И вот. Меня постоянно, вот как бы я подхожу, прошу мастеров. Там, ну поставьте меня вот на одно место работы. Я буду делать одно дело. Пропадет курица, они меня на эту курицу. Перерабатывать ее. То есть сейчас говядина, там проблемы. Пятьдесят тонн ее там пропало. И вот они меня там, срежь ее. В ливерную варить ее вози. Ну вот такая тема. Как бы меня уже не могу. Меня просто реально чуть ли не рвет. Поесть не могу, ни фига не могу. Я говорю, вообще управляющие знают, что у вас здесь вот эта вот говядина протухшая. Пятьдесят тонн. Вы ее, блин, в колбасу добавляете. Ну вообще из-за этого кто-нибудь в курсе? Вы что, блин? Вот такая вот ситуация. Я не отказываюсь от работы, Василий Николаевич. Я работаю нормально. Просто ну невозможно, правда.